Здравствуйте, дорогие мои любители мобильных технологий. Как вы все знаете, 1 февраля произошла презентация Galaxy UMPACT 2023. В этом видео я вам и расскажу о самых основных ее моментах. Так что устраивайтесь поудобнее и смотрите. Было представлено три смартфона S23, S23 Plus и S23 Ultra. Новая камера S23 Ultra снимает видео в Super HDR в 12-битном динамическом диапазоне. Также она научилась снимать 8K 30 кадров в секунду. В отличие от смартфонов 2022 года, которые снимали 24 кадра в секунду в 8K. В полтора раза улучшен параметр Full-Wheel Capacity каждого пикселя сенсора. Теперь в 4K 60 кадров в секунду в режиме Super HDR можно снимать не только на основную камеру, но и на фронтальную. Новый сенсор S23 позволяет сделать обработку фото и видео еще быстрее. Кстати, благодаря этому он и начал снимать 8K 30 кадров в секунду. И еще с более широким углом обзора. Теперь сенсор улавливает в два раза больше света. Апгрейд также коснулся фотовозможности. Основная камера снимать начала в 200 Мп. Для того, чтобы сделать более детализированный снимок в 200 Мп, один пиксель разбивается на 16. Ну а чтобы сделать снимок при плохом освещении, 16 пикселей объединяются в один, для того, чтобы на матрицу попало больше света. Также, чтобы сделать более детализированный, но в то же время и светлый снимок, один крупный пиксель разбивается на 4 и получается фото в 50 Мп. Улучшили и автофокусировку, но не только в дневной, а и в ночное время. Для этого 4 пикселя объединяются в один. Также теперь в камерах S23 появилась возможность переключаться автоматически между линзами. Раньше для этого нужно было качать отдельное приложение. Камера Ассистент. Также появилась опция GIF Remaster, с помощью которой можно редактировать гифки, сделанные на других смартфонах. Функция Astra Hyperlapse, как утверждает Samsung, позволяет снять ночное небо в профессиональном качестве. Также никуда не делся эксперт-рав, который позволяет вытянуть как можно больше информации из фото. Улучшены функции Nightography. Теперь он работает не только с фото, но и с видео. И для того, чтобы это доказать, пригласили даже режиссера Найхо Джина, который снял для этого фильм. Но, как мне кажется, это перебор, так как смартфоны еще не доросли до такого профессионального уровня. Как утверждает Samsung, оптическая стабилизация улучшена в два раза. Также благодаря улучшению искусственного интеллекта. Эти улучшенные алгоритмы Samsung работают не только с фото, но и с видео. Также обещают ночное время суток меньше шумов и лучше качества. AI-стерео позволяет распознавать и отделять объекты от фона. Также улучшение коснулись и групповых селфи, благодаря новому движку, который отделяет волосы и одежду, а потом обрабатывает их и улучшает их качество. Также технология Dual Pixel улучшает автофокусировку. Ну а для тех, кто хочет узнать подробные характеристики камеры, они сейчас появятся на экране, можете поставить на паузу и изучить. Galaxy S23 имеет емкость аккумулятора 3900 мАч, а у S23+, она 4700 мАч. У S23 Ultra она 5000 мАч. Также стала лучшей системой охлаждения, благодаря увеличению паровой камеры. У всех трех флагманов на борту стоит процессор Snapdragon 8 Gen 2, специально для Samsung. Он разогнан до 3-3,6 ГГц. Как уверяет Samsung, мощность центрального процессора выросла на 34%. И благодаря этому энергоэффективному процессору, как говорит Samsung, воспроизведение музыки выросло до 99 часов, воспроизведение видео до 26 часов. Оптимизирована архитектура NPU, отвечающая за обработку видео и фото. Эффективность ее выросла на 49%. А производительность графики увеличена на 41%. Samsung обещает непревзойденный игровой процесс, сравнимый разве что с флагманами игровой индустрии. В чипе также встроен модуль трассировки лучей. Тут вы можете увидеть игровой процесс до и после включения этой функции. Экран всех смартфонов будет показывать 1750 нит пиковой яркости. Также Samsung работает со многими игровыми студиями для оптимизации производительности в играх. На этой презентации Samsung также представила портативный компьютер Galaxy Book Ultra, на который перенесла инновации от Samsung S23 Ultra. Также корейцы представили еще два Pro ноутбука, один из которых выполнен в классическом дизайне, а другой выполнен в 4-Factory Transformer с сенсорным экраном. На ноутбуке Transformer есть поддержка SP, но он, кстати, подойдет художникам или людям творческих профессий. Все технические характеристики ноутбуков будут на экране. Кому интересно, можете поставить на паузу и изучить. Также есть возможность управлять несколькими устройствами одновременно с помощью клавиатуры и мыши, то есть планшет, ноутбук и смартфон. Samsung продолжает совершенствовать свою экосистему. Также изменения произошли и в оболочке. Новые смартфоны вышли уже с One UI 5.1. Также появилась возможность редактировать заметки с друзьями и управлять умным домом. Также для управления умным домом можно использовать фирменную беспроводную зарядку Smart Sync Station. Цены на смартфоны серии S23 вы увидите на экране, но это актуально для Европы, а для России, скорее всего, это будет дороже. Никуда не денется линейка S22, стоить она будет, конечно, дешевле. Ну и цены на ноутбуки будут сейчас тоже перед вами на экране. Ну а серия смартфонов S23 и новых ноутбуков доступна для призаказа 1 февраля, а старт продаж будет 17 февраля. Операционная система будет обновляться в течение 4 лет, а система безопасности в течение 5. Корейский гигант начал также более плотное сотрудничество с корпорациями Qualcomm и Google, показав их представителей на презентации. Друзья, все те главные моменты, которые произошли на презентации, я вам рассказал. И пишите, кстати, в комментариях, как вам эта новая рубрика. Все останется по-прежнему на моем канале, просто я хочу добавить еще одну рубрику техно-новости. Ну а без ваших комментариев я не смогу понять, как вам эта серия видео, нравится вам эта рубрика или нет, так что не стесняйтесь, пишите в комментариях. Если вам зайдет эта тема техно-новостей, то я и буду продолжать снимать дальше. Ну а вы, друзья, не забывайте подписываться, если вы до сих пор еще не подписаны, чтобы получать дальнейшие интересные новости из мира технологий и ставить большие пальцы вверх. Ну а на этом все, всем удачи, пока!